Ребят, всем привет, меня зовут Илья Бунин, посмотрел Тёмного Феникса, и сегодня с вами разберём, что с фильмом не так, и посоветую, кому лучше его посмотреть. Не Фениксом единым, знаменитые Люди Икс, но из-за всей этой шумихи вокруг выхода нового фильма многие об этом подзабыли. А между тем, Логан, который обрёл покой в одноимённом фильме, живёт и процветает в комиксах. Отряд Икс, секс и насилие, настоящий боевик, наполненный динамичными сценами драк и страстью Росомахи к домино. Очень горячий комикс. А вот Росомаха, старик Логан, это уже совершенно другая история. Пустапокалипсис, одиночество и жажда мести в память об убитой семье. Ну и ещё в комиксах вы можете встретить совершенно новых героев, например, худшего из Людей Икс, которого уже точно не увидите в кино. А всё потому, что способности этого паренька абсолютно бесполезны. Только до 16 июня вы можете приобрести эти комиксы со скидкой 22% по промокоду Кинокритика в интернет-магазине Лабиринт, а также по выгодным ценам в магазине 28-й. Ссылки в описании. Люди Икс, Тёмный Феникс Как и 13 лет назад, в центре сюжета вновь оказывается Джин Грей и её альтер-эго в виде Тёмного Феникса. Немножко ретроспективки. Серия Люди Икс существует почти два десятка лет, в течение которых авторы наснимали кучу сиквелов, приквелов и спин-оффов. В связи с этим в рамках франшизы сформировалось несколько параллельных временных веток, которые внесли невероятную путаницу в общую историю серии. Первые три фильма были посвящены классической команде Люди Икс, в которой был Росомаха. В ходе событий последней битвы Джин Грей обрела невероятную силу и выпилила кучу персонажей, включая Циклопа и Профессора. На этом основная серия временно прервалась. Далее последовал первый спин-офф про Росомаху, а в 2011 нам впервые показали ранние годы Профессора и Магнета в неплохом приквеле «Первый класс». В 2013 вышел второй сольник Росомахи, который стал прямым продолжением последней битвы и вновь возобновил основную серию. Ну а в 2014 случился фильм «Дни минувшего будущего», в котором всё смешалось. Именно здесь авторы свалили в кучу классическую команду и молодых героев из приквелов. По итогам сюжета сформировалась параллельная реальность, в которой живы все классические герои, включая Джин и Циклопа. То есть, по сути, авторы отменили все события последней битвы. Про Датпула говорить не стоит, потому что никакого влияния на общий ход событий в киновселенной он так и не оказал. В 2017 вышел Логан, где мы в последний раз увидели Росомаху и Старого Профессора. Ну а годом ранее вышел Апокалипсис, события которого развивались в 1983 году. Здесь мы снова видим молодого профессора, который набирает в команду юных Людей Икс. Героям удалось забодать самого древнего мутанта, после чего они отправляются тренироваться в школу. Событие Тёмного Феникса стартует 9 лет спустя, в 1992 году. Молодая команда Людей Икс отправляется в космос, чтобы спасти попавших в беду астронавтов. В ходе миссии Джин Грей впитывает в себя некую космическую энергию, которая делает её самым сильным и опасным существом на планете. Довольно быстро она теряет контроль, начинает разрушать всё вокруг и избегает. Весь дальнейший сюжет строится на том, что все вокруг пытаются найти Джин. Одни мутанты хотят её спасти, а другие планируют убить. К тому же, непонятно откуда на Земле объявляются какие-то инопланетяне, которым позарез нужна её сила. Подобная завязка обеспечила нам 2 часа бестолковой болтовни, которая временами разбавляется неплохими экшн-сценами. С точки зрения значимости, эмоций и смыслового наполнения, фильм просто никакой. Он постоянно надувает щёки, пытается быть очень серьёзным и драматичным. Но провальный сценарий и дурацкий сюжет не оставляют никаких шансов. Персонажи постоянно переобуваются в воздухе и меняют своё мнение. Всю серию Люди Икс пытались помогать даже самым отмороженным собратьям, а тут вдруг некоторые из них легко решат убить свою подругу. Сама Джин то контролирует силу, то не контролирует, то она доверяет профессору, то не доверяет. В 150 раз авторы сталкивают лбами Магнета и Ксавьера почти слово в слово, повторяя осточертевший диалог. Ты балабол, Чарльз, я щас тут всё разнесу. Нет, Эрик, ты не такой, я знаю. Господи, 20 лет одно и то же, да сколько можно? В первых частях их идейное противостояние было восхитительным. Блин, но не 13 лет подряд же одно и то же. Про мотивы пришельцев и происхождение их загадочной энергии вообще говорить не стоит. Нам с вами рассказывают какую-то сказку про белого бычка, что типа есть какая-то херня, непонятно откуда она взялась, но она очень сильная и может создавать и разрушать миры. Прямо аналог Камней Бесконечности. Знаете, вот последняя битва почему-то считается самым слабым фильмом в киносерии. Но как по мне, там всё было гораздо логичнее и драматичнее. В том фильме Джин просто перешла грань, перестала контролировать свою силу и слетела с катушек. Она убила своего любимого человека, своего учителя и в конце концов попросила убить себя, понимая, что не остановится. Всё было просто и понятно, даже драма какая-никакая была. Спасибо. Я люблю тебя. Ну а здесь взяли то же самое и попытались сделать из Людей Икс мстителей. Какие-то пришельцы, магическая энергия, вы серьёзно? Очень иронично, что события фильма Дни Минувшего Будущего обнулили третью часть Людей Икс, где Джин становилась Тёмным Фениксом. А теперь всё вернулось к той же сюжетной арке. По сути, авторы выбросили фильм на помойку, чтобы несколько лет спустя снять то же самое, только хуже. Вот странные ребята, а? В общем, на эмоциональном уровне фильм просто никакой. Я не могу сказать, что это конченое говно. С того же Аквамена у меня горело в разы сильнее, а здесь под занавес было просто безразличие. Мне не очень понятна логика западных кинокритиков, которые громят одно говно, но восхваляют другое. Понятно, что Тёмный Феникс нельзя назвать хорошим фильмом. И уж тем более, такая дегенеративная история никак не смотрится в виде финала такой долгой франшизы. Но это далеко не самый плохой супергеройский фильм, который я видел. Если вы очень любите серию Люди Икс и умеете отключать мозги, то местами он даже может понравиться. По крайней мере, в техническом плане лента поставлена хорошо, чувствуется большой бюджет. Картинка нормальная, графика качественная, всё как всегда. В плане экшена всё довольно неплохо, но нестабильно. В фильме есть очень захватывающие сцены, есть проходные, но в целом замесов не хватает. Герои ведут слишком много формальных диалогов и ходят туда-сюда. Лично мне смотреть на всё это было не очень интересно. Сюжет скучный, сценарий кривой, так что хорошего экшена могли бы добавить и побольше. Но в результате имеем то, что имеем. Кстати, по экшену у меня возникла одна существенная претензия. Лично я вообще не понял, зачем авторы слили ртуть. В предыдущих фильмах серии на его способностях строились самые крутые экшен-сцены, которые можно было брать и ставить в рамочку. А здесь для такого интересного персонажа почему-то не нашлось места. В самом начале ему выделили буквально несколько секунд, после чего героя просто вырезали из повествования из-за ранения. В общем, у авторов было не так много козырей, но даже те, которые были, не использовались должным образом. А вот к актёрам у меня на этот раз никаких претензий не было. В своих рецензиях западные кинокритики громили не только сам фильм, но и актёрскую игру. Лично я не увидел никаких оснований для такого жёсткого разноса. Может они там петухов давали в оригинальной озвучке, я не знаю. При всех своих недостатках Тёмный Феникс хотя бы пытается быть серьёзным и не боится этого. Да, драма почти не работает, но это вина сценаристов. Актёры работали нормально и проникновенные диалоги толкали, и всплакнули, где этого требовала ситуация. Возможно, далеко не всем понравится Джессика Чистейн, которая тут играет безэмоциональная инопланетная полена, но тут уж и сдержки образа. К самой актрисе претензий ноль. Ты пугаешь людей Икс? А то, что их пугает? Они стремятся уничтожить. Хватит! В общем так, если вы фанат серии, супергеройки и умеете отключать мозги, то Феникса можно глянуть под попкорн. Обычно, бессмысленно, одноразовое супергеройское кино, как их сейчас выходит в вагон. Не дать, не взять. Как окончание целой серии, это, конечно, провал. Отличная идея обнули днями минувшего будущего события, чтобы снять то же самое, но только хуже. Мне лично фильм никак. Первые киношки серии, конечно, были гораздо сильнее. Так что занести свои ожидания и смотрите сами на свой страх и риск. Ты пришла не за ответами. Ты пришла за разрешением. Джин. Ребят, я сейчас путешествую по Франции. Меня по ней катает какой-то известный местный таксист. Можо, привет! Так что, если кому интересно, то подписывайтесь на мой инстаграм. На днях даже ходил на спектакль Пьера Ришара. Короче, в инсте будет много всего интересного. Ну а пока я готовлю обзор новых людей в черном, гляньте ролик о самых ожидаемых премьерах июня. И до скорого. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok